МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ноябрь – это долгожданные осенние каникулы, а значит, время отпусков у всей страны. Спланировать идеальный отдых поможет наше любимое турагентство Анна Тур. Прежде всего, определитесь, чего вам хочется. Загара и многочасового купания? Или тихих городов, музеев и прогулок по извилистым улочкам? Экскурсии или релакс? Есть еще, конечно, комбинированные тур, но это не чуть-чуть побольше. Это больше, чем каникулы, в принципе, в среднем. Итак, вперед в жаркие страны. Хорошая погода в ноябре гарантированно встретит вас в Арабских Эмиратах, Иордании и Израиле. В эти страны недолгий перелет, а условия располагают и к экскурсиям, и к отдыху на пляже. Правда, в Эмираты нужна виза, так что с покупкой путевки стоит поторопиться. Зато скучно точно не будет. В конце октября в Объединенных Арабских Эмиратах наступает сезон верблюжьих бегов. Любители оригинальных морских развлечений могут погрузиться с аквалангом и поучаствовать в охоте на жемчуг. В конце ноября в Дубае проходит ювелирная неделя, самая крупная выставка украшений в Ближневосточном регионе. В Израиль виза нам не нужна. К тому же там есть курорты на нашем любимом Красном море. Еще один плюс. В ноябре особой жары уже нет, поэтому можно с комфортом путешествовать по стране, не страдая от зноя. Очень интересное направление Иордания. Визу заранее оформлять не нужно, только по прибытию в страну. Погода отличная, а древности и достопримечательностей столько, что голова закружится. Наследие Римской империи, халивские дворцы пустыни, Петра. Скучать точно будет некогда. К тому же здесь целебные грязи и термальные источники, Красная и Мертвая моря и еще много-много всего интересного. Следующая по погоде, по приятной погоде, это будет уже сторона Тенерифе, Марокко. Вода будет попрохладнее, но погода будет очень приятная, будет тепло, хорошо. Если мы хотим уже готовы лететь далеко, то понятно, что это уже Доминиканская республика, Куба, Мексика. Сейчас очень интересные предложения по Кубе, по Китаю. Очень интересные предложения в этом сезоне. И также сейчас можно успеть забронировать Мальдивы. На Тенерифе и в Марокко купаться вы уже не будете. Вода около 19 градусов. Но в целом погода комфортная, поэтому можно окунуться в экскурсионные поездки. А вот в Китае можно будет и искупаться, и посетить достопримечательности. Конечно, Китай достаточно интересна сама по себе страна. И даже на острове вам все равно экскурсионной программы будет достаточно. Для взрослых это шикарный спа, массажные салоны, всевозможные лечебницы очень хорошего качества. Для деток есть отель с игровыми площадками, приспособленные для отдыха с детьми. Естественно, Южно-Китайское море всем подойдет, и все будет замечательно. Также в этом году большим спросом пользуется Вьетнам. Как побережье Ньячанга, так и побережье Фонтьета. Соответственно, это дальний перелет. Вряд ли кто-то решится полететь, например, на неделю. Ну, конкретно на детские каникулы, если мы говорим о детских каникулах. Зато после них и цены будут ниже, и выбор больше. Так что, если вы не привязаны к каникулам, добро пожаловать во Вьетнам, невероятно колоритную и удивительную страну. Ее самобытная культура, радушие и доброжелательность местных жителей, живописная природа и атмосфера экзотики неизбежно покорят каждого путешественника. Понятно, что Индию тоже никто не отменял. Для любителей хорошей погоды, я думаю, что там тоже найдется место. Самый доступный отдых – это будет Индия. Таиланд, Китай. Дальше. Арабские Эмираты, Израиль и Ордания. Они примерно в одной ценовой категории. И Марокко-Тенерифи тоже в одной ценовой категории. Соответственно, самое бюджетное направление – это будет Индия. Но в соотношении тоже цены-качества, понятно, что мы говорим, если это бюджетная Индия, там 3-4 звезды гостиницы, они будут недостаточно недорогие. Но если уже кто-то хочет юг Индии, и 5-звездочный отель, понятно, что он будет стоить не дешевле, чем хорошие Арабские Эмираты. На данный момент самым большим спросом пользуются все-таки Таиланд и Арабские Эмираты. Если вы не гонитесь за теплым морем, а просто хотите выехать на неделю в хороший отель с отличным сервисом, остановите свой выбор на Турции. Сезон там к этому моменту кончается, но в Олане и Сиде еще тепло и солнечно. Во многих отелях есть спа-центры и крытые бассейны. В Турции днем будет погода приятная, хорошая. Вероятность дождей будет все равно гораздо выше, чем она была. Вечером вы оденете кофточки, может быть, даже легкие куртки. Соответственно, лучше тогда отели выбирать с крытыми бассейнами. И, естественно, солнышка хватит всем, потому что все равно достаточно тепло, это порядка 24-25 градусов будет погода. Ну и, конечно же, если у вас дети старшего школьного возраста, осень – идеальное время, чтобы показать им Европу. Экскурсионных маршрутов очень много, на любой вкус и кошелек. Погода будет комфортной, не жарко и не холодно. Очень большой выбор по всей Европе экскурсионных программ. От самых бюджетных, двухдневных, допустим, в ту же Латвию и Литву, до недельных, двухнедельных программ. Чехия, Венгрия, Италия, Испания, Франция, Германия, скандинавские страны и Греция ждут туристов. В Европе, кстати, в ноябре время различных праздников и карнавалов, так что есть возможность попасть на что-то действительно уникальное и интересное. Пользуются популярностью и поездки по России. Разумеется, есть прекрасные экскурсионные туры в большие города страны – Казань, Санкт-Петербург, Ярославль. Кроме того, работают отличные дома отдыха. Даже с типом питания все включено. В Подмосковье великолепные дома отдыха с анимацией, как за границей, где во все включено входят даже игровые автоматы. То есть это, по-моему, мечта любого ребенка. Мы не говорим о том, что там хорошего качества бассейны, что целый день ими занимаются детками, у них целый день с утра и до вечера программы расписаны. Совсем не хуже, чем за границей. В Крыму комфортная погода, мягкая, кому хочется полезного воздуха. Я думаю, что тоже понравится. Словом, выбор есть. И цены в этом году не очень кусаются. Дождливый ноябрь может стать по-настоящему прекрасным, если собрать чемодан и отправиться навстречу приключениям. Самое главное – подробно рассказать турагенту, чего именно вы ждете от отдыха. Настоящий профессионал подберет то, что понравится именно вам. Изучать подводное царство, покорять вершины, следить за модой. Можно хоть к звездам полететь. Главное – выбрать правильное турагентство. Анна Тур ждет вас по адресу Ногинск, улица Рабочая, 14А. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова